Всем привет, родненький! Канал Покашеварим! Сегодня мы с вами приготовим пиццу в стиле Детройт. Это одна из немногих пицц, которая дома получается очень здорово. Что мы всегда видим в крутых пиццериях. Как правило, какую-нибудь дровяную печь или профессиональную трехфазную печку, которая выдает градусов 400, а порой и 500. Дома таким арсеналом мы не обладаем. Дома у нас убогие духовочки, которые выдают максимум, ну дай бог, 300 градусов. И сегодняшняя пицца одна из тех, которая не требует шоковой температуры. Она может спокойненько выпекаться и в наших городских духовках. Но на самом деле в городской духовке теоретически можно сделать даже неаполитанскую пиццу. Я обязательно попробую с этим разобраться и покажу у себя на канале. Но сегодня у нас Детройт стайл пицца. И начнем с теста. Начнем. Добавляем 400 граммов муки. И сколько же добавить воды? Слушайте, эта пицца выпекается довольно долго. Для того, чтобы его не пересушить, нам нужно сделать тесто с запасом жидкости. То бишь, чтобы ее, так называемая, гидрация была довольно высокой. Высокая это сколько? Я сделаю 75-процентную гидрацию. То бишь, на 100 граммов муки я использую 75 граммов воды. В нашем случае 400 граммов муки, то бишь 300 граммов воды. Все, поняли, да? Так и делаем. Водица у меня, естественно, из аквафор. Чистейшая аквафор Джей Шмидт. Ссылочка будет в описании. Фишка этого кувшина в том, что внутри находится специальный насосик, который через плотный сорбент пропускает воду. Ребята, пользуйтесь. Ссылки в описании. Для этого теста мы можем использовать закваску, которую мы заморочились и сделали за 5 дней. Можем использовать дрожжи быстродействующие и дрожжи свежие, которые вы можете найти в магазинах в холодильниках в виде таких брикетов. Все это вполне законно. У меня быстродействующие дрожжи, их и добавим. Я добавлю грамма 3-4 быстродействующих дрожжей. Сколько добавлять соли? И вообще стоит ли соль добавлять к дрожжам? Да, стоит добавлять соль к дрожжам. Хоть они вроде бы как немножко успокаивают работу дрожжей, тем не менее соль, она потом никак ты не замесишь в это тесто, ничего ты с ним не сделаешь. То есть надо сразу, чтобы жидкость была подсолененькая. Но если ты хочешь непресное тесто получить. А сколько добавлять? Все очень просто. 3-5 процентов от веса муки. В нашем случае 400 граммов муки, значит соли, так 3 процента, 12 граммов, ну 12-15 граммов соли. И сахар. По идее дрожжам нужно чем-то питаться. Если мы делаем холодную ферментацию теста, то есть замешиваем его, отправляем в холодильник хотя бы там на сутки, двое. Дрожжи разберутся сами, как вот это там все напузырить, ферментировать и так далее. Но естественно в домашних условиях, как правило, мы стараемся сделать пиццу здесь и сейчас. У нас есть максимум 2 часа на то, чтобы дать этому тесту подняться. Поэтому если мы хотим быстро получить тесто, мы добавляем немного сахара, чтобы дрожжи быстрее активизировались. Если у нас есть время и мы делаем пиццу завтра, то можно это же тесто сделать без добавления сахара. Дрожжи разберутся, как я и сказал. Давайте добавим. И постепенно начинаю замешивать тесто от центра, создавая вот такую жижку. Заодно соль и сахар у нас распределится. Для хрусткости я добавляю 2 столовые ложки растительного масла, лучше, конечно, оливкового. Мы с вами не боимся, что тесто получается жидким и прилипает к рукам. Нам именно это и надо. Для того, чтобы нас это не сильно беспокоило, мы можем смазать руки растительным маслом. Когда немного помесили, ребята, в ту же емкость складываем и оставляем подходить. Влажное полотенце это все, что нам нужно. Ну и, конечно, время. Мы делаем с вами теплое ферментирование, быстрое, оперативное, чтобы сегодня поесть эту пиццу. Поэтому нам полутора часов хватит для того, чтобы это тесто поднялось, дрожжи заработали. Это же самое тесто вы можете отправить в холодильник на холодное ферментирование на 24 часа. Можно на 48. Можно даже на трое суток. Никто вас за это не осудит. Тесто станет еще вкуснее, скорее всего. Но это не точно. Я на трое суток никогда не пробовал. Мое тесто постоит в теплом месте полтора часа. Нам будет достаточно для того, чтобы сделать нашу пиццу. Что ж такое еще вообще детройтская пицца? Ребята, ну это понятно. Это вкусный соус. Это несколько видов сыров, которых у нас не найдешь, потому что там в этой Америке вашей используются особые виды сыра. Ну, у нас нет. У меня чеддер с моцареллой и классическое сочетание. Отлично. Ну и, конечно, форма для детройтской пиццы. Дядечка-американец, который занялся когда-то вот этой вот пиццей в таком стиле, да, использовал квадратные стальные формы для пиццы. Зашибись, где мне сейчас искать квадратные стальные формы для пиццы? Поэтому используем то, что у нас есть. Вот у меня есть, например, вот такой протвинек. Он, между прочим, стальной, практически квадратный. Можно использовать обычные противни из вашей духовки, но тогда пицца просто у вас будет огромная. Ну, в смысле, может быть, тесто даже потребуется побольше. Так что фантазируйте. Любая железяка с высокими бортами подойдет. А тем временем нам надо сделать соус. Приготовим соус. Я добавляю граммов 200 протертых томатов. Растительное масло. Можно оливковое, но у меня обычное подсолнечное. Пол чайной ложки орегано. Столько же гранулированного чеснока. Чайная ложка сахара. И щепотка соли. На небольшом огне я буду готовить это минут 15, периодически помешивая. Чтобы сильно все это не брызгалось, вы можете сверху положить, например, сито. Вот такой густоты соуса нам хватит. Я в нашей детройтской пицце буду использовать пепперони и шампиньоны. Да, я обычно не люблю шампиньоны и пепперони вместе. Но в данном случае... Можно. Грибы обжарю минут 7. Я использую два вида сыра. Один тянется, второй вкусный. Моцарелла и чеддер. Примерно в одинаковых пропорциях. Для этого рецепта сыры лучше не натирать на терке, а нарезать кубиками. Форму, которую я выбрал для запекания, я смажу сливочным маслом. Подоспевшее тесто. Выкладываем в форму. И разравниваем. Немного можно сбрызнуть растительным маслом, чтобы тесто не прилипало к рукам. И распределяем плотно-плотно к бортам. Да, тесто у нас должно быть поджаренное. Теперь распределяем начинку сначала моцарелла кубиками. По всей плоскости. Затем чеддер. Чеддер старайтесь раскладывать ближе к краю противня. В этом есть особый смысл, чтобы у нас получилась красивая сырная корона, которая свойственна пицце по-детройтски. Оставшийся чеддер добавьте к середине. После сыра мы распределяем соус. Затем поджаренные шампиньоны. И завершаем все это плотным слоем колбасок пепперони. Духовку мы выкручиваем на максимум. Пиццу мы будем выпекать минут 15 на самой нижней полке. Долгожданные 15 минут прошли. И наша пицца по-детройтски готова. Друзья, пицца готова. Нам нужно подосвободить краешки. Очень удобно пользоваться шпателем. И затем пиццуля нам легко поддастся. Оцените тесто. Видите, какое оно получилось? Оно хрустящее по краям и очень мягкое и пышное внутри. Детройтская пицца. Хвала Одину! Наконец-то мне попались вкусные пепперони. Боже, уже выкинул пачку. Так бы прорекламировал. Отлично, очень вкусные колбаски. Идеально подходящее тесто для домашних задач. Ребята, когда в вашей жизни настанет время, что у вас появится собственная дровяная печь, или будет возможность пользоваться профессиональной печкой для пиццы, где огромные температуры поддерживаются, вы будете легко готовить неаполитанскую пиццу, которая вот будет за полторы минуты взрываться, покрываться леопардовой коркой. Ну, все вот это вот. Но пока у нас дома убогие духовки, которые держат 290 градусов, дай бог, идеальное тесто. Вот идеальный вариант классной, сочной, вкусной пиццы без какого-либо высохшего теста. Это тесто, благодаря запасу жидкости, оно не стало сухим. Оно хрустящее. Еще раз. Оно хрустящее, но оно хрустящее не за счет того, что оно превратилось в сухарь. Оно при этом внутри влажненькое, пышненькое, мягенькое, очень удобно кусать. Короче, делайте такой вариант пиццы и точка. Все раскладки в описании. Все хобби. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok